В каждом дворе города стоит мусорная площадка. Туда обычные горожане выкидывают отходы. Но помимо них в городе есть еще и магазины, предприятия, мусор у которых объемнее и зачастую его больше. Для них специально нужно устанавливать отдельные контейнеры и заключать дополнительный договор на вывоз мусора. Отдельный договор, конечно, предполагает оплату услуг по вывозу мусора. Но оказывается, не каждый предприниматель готов за это платить. Многие из них мусор выбрасывают в обычные контейнеры, предназначенные для жителей города. Повлиять на эту ситуацию стараются и управляющие компании, и администрации города. Пока тщетно, говорит Виктор Роман. Негатив создает именно торговля, именно бюджетные организации, которые не заключают договора и не имеют контейнеров. Огромные офисы, возьмите, любой огромный офис, куда они возят. Неизвестно куда. Многие также замечают, что мусор с площадок часто не вывозится вовремя. Во многих микрорайонах переполненные контейнеры часто стоят по несколько дней. Ну, бывает так, что на данный выходной стоят сюда. Последнее время часто залеживается. Живу в девятом микрорайоне, в седьмом доме. Часто бывают задержки и оставляют мусор возле бочков. Иногда приезжает машина, забирает все. Вот, а бывает порой, что остается вокруг и неделями стоит. В минувшие выходные жилком сервис организовал работу спецтехники и дворников для уборки скопившегося за неделю мусора. Но местами контейнеры все еще полные. Серьезные препятствия своевременной уборки – задолженность населения перед коммунальщиками. Эти 20 миллионов, они сидят здесь. Это не оплата населения. Мы должны либо кредитовать население, либо брать кредиты, либо оплачивать счет заработной платы. Долги по закону взыскать тяжело. Процесс затягивается порой на годы. Усугубляет ситуацию тот факт, что многие собственники сдают свое жилье в наем. А новые постояльцы не торопятся оплачивать коммунальные услуги. В результате только перед жилком сервисом долг населения вырос уже до 18 миллионов рублей. Два из которых должны губкинцы за услугу вывоза мусора. Алексей Бычаев, Алексей Магин. Новости Губкинского.